Субтитры сделал DimaTorzok Я приобрел себе второй телефон на базе Android Honor 20 View Как вы поняли, в этом видео речь пойдет именно про него И не случайно, мне есть много чего интересного про него рассказать И как вы можете подумать, с виду обычный китайский телефон по правде является настоящей игровой машиной Ну, по крайней мере, по отношению к Fortnite это точно Так что в данном ролике я расскажу, что вообще данный телефон умеет, где и за сколько его можно купить Ну и самое главное, как он себя проявит в нашем всеми любимом Fortnite Ну а перед тем, как мы перейдем к нашему обзору Обязательно оформите подписку на мой канал Если вы тут впервые, поддержите меня как начинающего автора Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня Это мой тег автора Motivcar в вашем ежедневном магазине Fortnite Смело водите его и покупайте исключительно с ним Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом моей официальной группы канала ВКонтакте Ссылка в описании Так вы сможете попасть в видео, как и следующие ребята, в конце ролика Ну а теперь предлагаю посмотреть, что это за телефон Для начала хочу вам рассказать одну предысторию Старожилы моего канала знают, что изначально у меня был телефон Huawei Nova 5T На него я снимал первые видосы, записывал способ 60 фпс и так далее Затем, на первой неделе сентября, его я обменял у родителей на данный телефон, а именно iPhone XS А так как в середине августа начался конфликт Epic Games и Apple Соответственно, последние полтора месяца я вообще в Fortnite Mobile не играл Я записывал, да, контент на свой канал, но он не связан никак прямиком с игровым процессом Соответственно, я пару раз заходил в игру, там чисто в ПК-клубе Но так в Fortnite Mobile я нормально не играл И те, кто подписан на мой паблик в ВК и сидят в моей беседе Знают, что я неоднократно говорил и ждал суд Apple и Epic Games, который прошел 28 сентября Чтобы решить, буду ли я покупать специальный Android для Fortnite Или же Fortnite вернется на Apple Вы не можете себе представить, как долго я ждал данную покупку И с каким удовольствием я играю в данную игру Сейчас приведу небольшую аналогию До этого я снимал контент по Fortnite Mobile, но в саму игру поиграть не мог Это вот как нюхать булочки, но их не кушать То есть я рассказывал о запахе булочек, как они готовятся Но я никогда не рассказывал про их вкус и, соответственно, их никогда не пробовал и не ел В общем, как вы могли понять, я уже доступен для игры Я играю в Fortnite уже второй день Так что теперь ты, именно ты сможешь со мной поиграть в Fortnite Мой ник в описании к этому ролику Смело кидайте мне инвайты, я с радостью их буду принимать Если вы подписчик канала и вводите мой тег автора Motivecard Ну а чтобы пообщаться со мной во время игры, смело добавляйся на наш Discord сервер Ссылка в описании Именно его и только его я использую для коммуникации в игре Ладно, вернемся к нашему телефону Во-первых, отвечу на вопрос, почему я взял именно этот телефон Я выбрал этот телефон, потому что на нем есть официальная поддержка 60 кадров в секунду в Fortnite Mobile Я об этом говорил в своем ролике про 105 лучших андроидов, поддерживающих 60 FPS в Fortnite Ну и, соответственно, там он у меня стоит на первом месте Теперь я вам скажу про трудности, которые у меня возникли в приобретении данного телефона Я обзвонил абсолютно все магазины техники в Москве и, к сожалению, ни в одном этот телефон не был в наличии Так что мне пришлось обратиться к Авито и БУ рынку Да, это БУ телефон, купил я его на Авито, но даже несмотря на это он реально в идеальном состоянии Ну а вот наш телефон, не обращайте внимания на залапанный экран Данный телефон имеет разъем под зарядку USB-C, а также, к большому моему удивлению, разъем под наушники миниджек Так как телефон я покупал БУ, вы можете заметить некоторые царапины на бампере Но все же они не будут заметны, если одеть чехол Ну а так они минимальны и вообще никак не влияют на производительность Как и на Huawei Nova 5T, он имеет специальный вырез в экране под селфи-камеру По самой камере здесь все довольно-таки примитивно, мой айфон будет куда лучше Ширика нет, но все же снимает он довольно-таки неплохо И зум на камере есть аж 10X В принципе, селфи-камера довольно-таки неплохая, я бы так сказал, даже не стыдная Но я думаю, плюс, здесь еще есть ночной режим съемки Что могу сказать по размеру, этот телефон довольно-таки большой Вот он R20U в сравнении с iPhone 11 Pro Max Однако, он будет толще айфона Более того, потратил я на данный телефон всего 16 тысяч рублей Согласитесь, что для телефона, который официально поддерживает 60 кадров в секунду в Фортнайте Это реально мало Вот задайте себе вопрос, сколько стоит ваш телефон И спросите у себя, поддерживает ли Фортнайт на нем 60 FPS в Фортнайте Ну или, если у вас айфон, то просто промолчите Также в комплекте продавец мне предоставил чек, за сколько он покупал данный телефон И он ее удивился, когда увидел цифру Аж в целых 38 тысяч рублей Вот чек, можете посмотреть Ну то есть, я не шучу Также с телефоном у меня была коробка В коробке была зарядка В принципе, зарядка у меня была И наушники у меня остались от Huawei Nova 5T Но все же лишними они не будут Ладно, ладно Я понимаю, что вы здесь собрались не смотреть, какая у него камера А посмотреть, как он тянет Фортнайт Мобайл Так что предлагаю сейчас это проверить И да, сейчас тот самый прикол Чтобы вы не подумали, что я вас обманываю Сейчас вот вам прямо на видео покажу 60 кадров в секунду на эпических настройках При 100% 3D графике Да-да То есть, чтобы вы понимали Вот настройки телефона Нажимаю на крестик Собственно, сама игра, сам телефон Я вас не обманываю Ну а после того, как вы мне теперь верите Предлагаю вам посмотреть, как же он себя проявляет в самой игре Извините меня, конечно, за такое шокальное качество Просто у меня возникли кое-какие проблемы С переносом данных с Android на iPhone В общем, давайте посмотрим, как себя проявит телефон При настройках 60 кадров в секунду На эпических настройках при 100% 3D графике По крайней мере, в полете на автобусе У нас стабильный 50-60 FPS Во время планирования Результаты примерно такие же Как и во время полета на автобусе Ох, жаль, что я не смог перенести все данные В первоначальном их качестве Потому что игра на 60 FPS При эпических настройках Со 100% графикой идет просто великолепно Ну, думаю, судя по тому, что вы видите у себя на экранах Вы сможете самостоятельно сделать вывод По производительности данного телефона в Fortnite Согласитесь? Для телефона за 16 тысяч рублей Нехило В общем, что я могу сказать как итог Как итог, я вернулся в Fortnite Mobile Да, я не играл в игру полтора месяца Но уже сейчас я практически полностью вернул свой скил И снова растаскиваю все сервера на арене Помимо того, что я вернулся в игру Я теперь играю на высоких настройках С высоким FPS При этом никакие способы мне не нужны Здесь 60 FPS установлены по умолчанию Более того, на данный телефон я потратил всего 16 тысяч рублей Что меня больше всего радует, что помимо этого телефона У меня есть iPhone А насколько вы знаете, у меня все от Apple То есть часы, там наушники Вот MacBook у меня даже есть То есть мне это просто подходит под эко-систему Ну а соответственно, Android у меня будет чисто для игр Ну и соответственно, видео будет для вас записывать намного легче Думаю, что комфортное использование телефона Плюс стабильный 60 FPS в Fortnite Лучшая комбинация для меня Ну а на каком девайсе играете вы? Пишите в комментарии, какой у вас девайс Какие показатели в Fortnite И собираетесь ли вы его менять? Ну а с вами был Матвей Hasta luego